Смотрите, вот недавно Шойгу заявлял о готовности переговоров Российской Федерации с Западом, на конструктивных условиях. Вы вспомнили вот это социологическое исследование Леваты, в котором тоже задавали вопрос людям и спрашивали, вопрос остановки войны, задача с оккупированными территориями или нет. Имеется в виду, что какая цель? Таким образом могут готовить общества к тому, что нет никаких побед на фронте? И ситуация, ну и Валерий Замужный говорил о том, что тупиковая ситуация. То есть это проверка общества или нет? Что именно? Заявление Шойгу или социопрос? И Шойгу, и социопрос. Нет, опрос нет, это точно не подготовка общества. А заявление Шойгу? Нет, я бы тоже не сказал. То есть одного заявления мало, чтобы там общество готовить. Это должна быть компания. Приннаков такой компании я не вижу. Ну, Шойгу просто... Во-первых, он надо понимать, что он в целом достаточно косноязычный. И иногда такое скажет, что хоть стой, хоть падай. Это во-первых. Во-вторых... Ну, то есть, скорее всего, просто вот... Поскольку объективно это так, им нужны переговоры. Просто им нужны переговоры на выгодных им условиях. Ну, то есть, они хотят диктовать условия. Вот. И поэтому они пока воюют. Они пытаются создать для себя сильную переговорную позицию, с которой они будут диктовать Украине условия. Но при этом, в принципе, переговоры им нужны, потому что полностью победить Украину им уже не светит. Очевидно, они это тоже понимают. Взять Киев, условно говоря, разгромить Зеленского, выгнать Зеленского или арестовать в этом, посадить на его место Дмитрий Чука. Это уже все анрел. Вот. Война до бесконечности не отвечает их условиям, потому что война, ведущая к которой будет тянутся до бесконечности, рано или поздно закончится революцией какой-нибудь. Как Первая мировая. И поэтому вот строгая рейм, это не отвечает их интересам. Раз победить нельзя, надо прекращать войну. Но надо ее прекратить так, чтобы это было на выгодном их условии, чтобы можно было россиянам это продать как победу. Вот. Поэтому они сейчас воюют, пытаясь создать выгодные условия. Ну, то есть Абдеевку захватить, например. Вот. Но поскольку в реальности им все равно войну надо прекращать, да, переговоры являются, так сказать, им необходимыми, ну, там, в целом их целью стратегической, да. Ну, вот он об этом и сказал. То есть я предпочитаю, вот, если я четко, у меня нет уверенности, что они там, а, как что-то имели в виду, там, когда это говорили. Вот в данном случае я просто исхожу из того, что им это объективно выгодно, вот они об этом и сказали, и все. Тут недавно профессор Соловей, ну, продолжая вот эту тему со смерти Путина, но теперь он заявил следующее, что власть, ну, понятно, захватил Патрушев, и он всячески пытается исправить ошибки Путина, попутно возложив на него всю свою вину за провалы на фронте. И при этом Патрушев предложил США обменять Украину на Израиль. РФ со своей стороны обязуется прекратить, помогать исламистам, и первый шаг уже сделан, сотрудничество с Ираном заморожено, помощь Хамаса прекращена. Вот вы тоже считаете, что это ИПСО, и какая цель этого? Я не вижу признаков вот этого, того, что там помощь Хамаса заморожена, прекращена, вот, про то, что сотрудничество с Ираном заморожено, я тоже не слышал, поэтому я не могу вот по этому поводу ничего сказать, сори. Ну, то есть, сам по себе, размен на уровне логики такой, да, ну, он там теоретически возможен, это не будет полный размен, да, вот, что типа, вот вам Израиль, а вам Украина, да, нет. Но какие-то подвижные компромиссы там возможны, да, ну, то есть, какие-то промежуточные решения, дескать, то есть, американцы принимают от россиян уменьшение, так сказать, поддержки Хамаса как условие, да, с которым надо считаться, и после этого начинают, значит, там, поддавливать Зеленского, дескать, давай соглашайся на переговоры. Ну, вот, в какой-то части в такой это возможно, но так, чтобы полностью, значит, украинцы, ой, американцы сказали, все, мы про вас забыли, ребята, разбирайтесь сами, пока у нас Израиль есть. Такого не будет точного. А, ваше мнение, как может закончиться война Израиля с Хамасом? Однозначно победа Израиля, вот, вопрос, сколько времени это займет. Вот, то есть, там, я не думаю, что промежуточные варианты возможны. То есть, Израиль, после вот всего, что произошло, он не остановится на полпути, чего бы это ему не стоило, понимаете? Если Хамас сохранит свою власть в Гаве, это значит, снова жить в ожидании, вот, повторения этого всего. Ну, то есть, каждую ночь засыпая, не знаю, проснешься или нет. Вот, там просто, если себе такое представить, там на юге никто жить не будет, на юге Израиля. Ну, то есть, страна, она и так маленькая, да? Там половина ее территории, она обезвезет, все уедут в центр, ну, или за границей, там, да? Это для страны катастрофа. Поэтому я не верю, что Израиль остановится на полдороге. То есть, Хамас будет уничтожен в Газе, как минимум. Ну, то есть, израильтяне могут дать хамасовцам возможность отступить, например, уехать просто с территории Газа куда-то, там, да? Ну, то есть, у них руководство в Катаре сидит, там, в Турции сидит, да? Ну, окей, Бресадар, езжайте туда. Да, то есть, если цена, там, слишком много потерь, слишком большие потери, слишком большое количество жертв среди мирного населения, и, соответственно, ну, надо сворачиваться, хватит бомбить, да? Вот это ощущение, оно возможно. Оно уже сейчас даже формируется, да? Но просто так, ну, все, мы устали, пусть хамас там дальше продолжает строить свои бункеры и готовится к следующему нападению на Израиль, все равно не будет. Да, могут просто сказать, окей, вот вам коридор, да? Убирайтесь отсюда. Вот такая сделка, я думаю, возможна. Но из Газа они должны будут все равно уйти. Ну, а потом будут сидеть за границей, так сказать, и, там, теоретизировать. Не, будут пытаться какую-то другую инфраструктуру, там, создать террористичку, проникать куда-то в другие места, вот. Но из Газа они придется уйти. Вот. А вас недавно Путин на встрече с представителями общественной палаты заявил, что нынешняя Россия похожа на Русь под Артынским игом и приводил пример, там, Александра Невского. Вот вы, скажем так, что увидели вот в этой его речи? Возможно, это объяснение, почему Россия превратилась в вассала Китая. И как раз вот это вот, ну, вот он такие вот параллели проводит. Ну, я сразу, как это услышал, я так и написал. Что Путин, говоря Орда, как это, помните, у Майковского, мы говорим партия, подразумеваем Ленина. Ну, вот, говоря Орда, Путин имел в виду Китай. Говоря Невский, он имел в виду и себя. Он оправдывал тот факт, что Невский целовал ордынский сапог, значит, подавлял, это, правда, Путин не сказал, соврад, ну, вернее, умолчал, так сказать, это правда. Он подавлял русские восстания в Твери, например. Александр Невский антиордынские восстания подавлял тверичам голову рубит. Вот. Выслуживался перед Ордой таким образом. Но, с точки зрения Путина, это ничего, это нормально. Ведь ордынцы не трогали наш язык, так сказать. Да? Они же не претендовали на то, чтобы Русь там, значит, перекрасить католическую веру. Вот. И, соответственно, они нормальные там. Церковь они не тронули. Вот. Князей, которые согласились им служить, они давали им ярлык на служение, так сказать, окей, служи нам, цызлуй наш сапог и вози нам дань, никаких проблем. Значит, и Путин, по сути, Китай, вот он в отношении Китая действует так же. То есть Китай не претендует на то, чтобы изменить что-то внутри России, да. Играет эту роль, которая нам выгодна на международной арене, а то, что делает Россия безусловно выгодна Китая. Пока Америка занята, значит, по конфликтам Путина с Украиной, войной этой, у Китая руки развязаны, да. Американцы сами к китайцам приходят и говорят, там, успокойте своего Путина, чтобы он ядерную бомбу случайно там не взорвал, да. Что, китайцам плохо, что ли? Вы понимаете, американцы к ним приходят, ну, то есть всегда можно поторговаться, а что вы нам взамен, так сказать, да. То есть это то, что делает Путин, он уничтожает Россию, российскую экономику, российскую социальность, так сказать, да, вообще все, Россию гробит. Готовит, по сути, развал страны, вот эти межнациональные противоречия, да, усиливает, вот, усиливает протестное настроение. Он реально такую антироссийскую политику ведет в стратегическом плане и прокитайскую политику. Вот то же самое, что делал Александр Невский. И поэтому Путин пытается провести эту параллель, что вот Невский хороший, и я, знаете, хороший. Он ордынский сапог лизал, а я под Китай лег. Ну, нормально, Китай же не трогает наши скрепы. Ну, американцы на самом деле тоже наши скрепы трогают, так сказать. Никто не собирается там отменять православие там на Руси, да, из американцев. Никто не собирается отменить русский язык там в России. Что хочет Америка от России, так это чтобы она была демократичной и миролюбивой. А с точки зрения Путина, это недопускимое покушение на скрепы. Ведь вот русский скреп это исконный, это же воевать и подавлять демократию. Вот, вот с точки зрения Путина эти скрепы. А китайцы, ну, как бы им нормально, они на это, так хоть не покушаются. Значит, под китайцами лежать можно, так же, как Невского, можно было лежать под Ордой. А Путин обеспокоит будущая встреча Си Цзиньпиня и Байдена? Да, конечно. Да, мало ли что там. Ну, то есть он же понимает, что Си Цзиньпиню он нужен как инструмент. То есть он ему не мать, не Путин, не мать, не сестра, не любовница, как говорил Астабендер. Вот, никакой ценности, вот, собственно говоря, сам по себе он не представляет. То есть для Си Цзиньпиня Путин это пешка, которую можно разменять. Вопрос в том, ну, там, готов ли Байден заплатить за эту пешку столько, сколько захочется получить Си Цзиньпинь. Вот, то есть судьба Путина в данном случае, вот, в значительной степени не самим Путином определяется. Да, ее определяет Си Цзиньпинь с Байденом. Конечно, нервничает. Си Цзиньпинь с Байденом.